МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. В Казахстане запретят ВИПы. Мажелец парламента принял нормы по ограничению потребления табачных изделий. Запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение ВИПов. Карагандинцы требуют вернуть проспекту Назарбаева прежнее историческое название – Бульвар мира. Активисты заявляют, что переименование бульвара было незаконным. Вечер памяти и творчества. В Караганде выступили ученики ведущего преподавателя колледжа, деятеля культуры Кабдыкаира Мирембаева. В Казахстане запретят ВИПы. Мажелец парламента принял нормы по ограничению потребления табачных изделий в рамках поправок по вопросам здравоохранения. Запрещаются ввоз, производство, продажа и распространение ВИПов. За их оборот вводится уголовная ответственность. Карагандинские подростки с легкостью могут купить вейп. Обычно молодежь использует так называемую одноразку. Уголовная ответственность за вейпинг теперь планируется вполне серьезная. За продажу – арест на 50 суток, а за ввоз и распространение – лишение свободы на два года. А если это совершили преступной группой или в особо крупном размере, то грозит пять лет за решеткой. Сегодня многие вредные вещества, такие как электронные сигареты, синтетический наркотик, энергетические напитки, которые приносят много вреда, становятся все более распространенным и отравляют наше общество. Поэтому была принята норма, запрещающая электронные сигареты под названием вейп. Я считаю, это наша общая победа. Карагандинцы в основном поддерживают решения парламентариев. Ну, к электронным сигаретам, ну, не знаю, вред может есть от них, ну, как минимум для легких, для дыхания. Ну, без вреда не может быть, это как-никак вредно, там, 21 продаются только. Ну, то, что сейчас запретили, ну, честно говоря, мне все равно. Много очень детей курят, очень много, вот, которые лет по 15, они ходят куда-то в подземные там и продают им, они там ходят, везде курят. И зачем это, да, если только себя губят? Я вот этого не понимаю. Я считаю, что правильно, да, что нужно запретить электронные сигареты, потому что в основном дети пользуются ими. Ну, большой спрос у детей. Раньше, как бы, дети курили сигареты, хоть было понятно, что они курят, а сейчас никак не узнаешь. Поэтому я считаю, что нужно запретить. Я считаю, что депутаты делают правильный выбор. В парламенте были разные мнения. Кто-то предлагал взять под жесткий контроль продажу вейпов. Как это практикуется? С сигаретами и алкоголем. Но, судя по всему, это сочли неэффективным и решили пойти на крайние меры. Следующее слово за Сенатом. В Караганде пресечена выдача фиктивных медицинских справок трудовым мигрантам. По поручению областной прокуратуры проверена деятельность частной медицинской организации. Установлены факты выдачи трудовым мигрантам более 700 фиктивных справок для трудоустройства. В отдельных случаях выдача производилась с проверенством диссертивных религиозных течений, которые в последующем установлены и выдверены за пределы страны. Следует отметить, что в медицинском центре отсутствовала документация, подтверждающая прохождение медицинского осмотра, а также условия для его проведения. Закон о деятельности медицинской организации представляла угрозу общественному здоровью наших граждан. Департаменты медицинского и фармконтроля по Караганинской области в отношении виновных листово приняты административные меры. Внесено предписание о приостановке деятельности. Органами доследовательного расследования по данному факту зарегистрировано уголовное дело. В четырех карагандинских селах запрещен ввоз и вывоз животных, мясомолочной продукции и кормов. Связано это с инфекционными заболеваниями, которые были обнаружены у скота. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель управления ветеринарии Каирбек Турсенбеков. В прошлом году количество очагов инфекции по сравнению с предыдущим уменьшилось на 40%. Однако показатели омрачило появление сибирской язвы в поселке Топар. Там от больного животного заразились три человека, один из которых скончался. Специалисты так и не установили источник инфекции, но намерены продолжить исследовательскую работу. То, что Топары, именно благополучные по сибирской язве, в зоне, даже район Абайский был, по кадастрам, которые велась с 1948 по 2012 год, стационарно неблагополучных пунктов не было. Но в Топаре зарегистрировано. Это говорит о чем? Это говорит о том, что почва уже может быть не та. Потому что сибирская язва, эмфизиматозный карбонкулез, столбняк – это такие виды инфекций, и это называются почвенными инфекциями. Главный ветеринар области также рассказал о ситуации с бродячими животными в городах региона. В частности, он отметил, что в прошлом году появилось решение этой проблемы. Были выделены деньги на строительство временного приюта. Однако конкурсные процедуры каждый раз срывались. Но по итогам года, после трех проведенных конкурсных процедур, потенциальных поставщиков по временному содержанию беззонных собак, а также в некоторых городах по стерилизации вакцинации, конкурса не были осуществлены. Соответственно, бюджет был возвращен на 108 миллионов тенге. Мы работу провели на 38 миллионов тенге. В частности, по городу Караганде было намечено 800 голов собак. Это было достигнуто. Были трудности. В прошлом году в Карагандинской области специалисты зарегистрировали 22 очага по заболеваемости животных. В четырех из них до сих пор действуют ограничения. В Каркаралинском районе из-за бруцеллеза и бешенства, а в селе Умыткер Бухаржраусского района эпизоотическим лимфангитом болеют лошади. От этой инфекции вакцины нет. 185 голов уничтожено, 80 лошадей находятся в изоляции. В Карагандинской области продолжает расти количество заболевших корью. Сейчас их уже 1012. Только январь добавил в это число 207 человек. В конце прошлого года в стране началась дополнительная иммунизация. В основном детей. В ноябре прошлого года в Казахстане стартовала массовая дополнительная вакцинация от кори. Сегодня медики наблюдают положительный результат. Уровень заболеваемости по стране идет на спад уже три недели. В январе по сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года заболеваемость снизилась на 8%. Однако это не означает, что можно расслабиться, заявляют эксперты. Ведь корь опасна своими осложнениями. Если у вас ребенок не вакцинирован, не имеет антител к кори, то вероятность заболеть вашего ребенка стопроцентная. Корь чревата осложнениями своими. Это в первую очередь самое грозное, наверное, осложнение. Корь – это развитие панэнцефалита, когда уже никакая медицина, никакие силы, они не спасут вашего ребенка. Да, она регистрируется очень редко, но какова вероятность, что это не случится с вашим ребенком. И мне бы хотелось, чтобы это у вас всегда было в голове. Проводится мониторинг всех тяжелых детей, заболевших коревой инфекцией. При необходимости проводится телемедицинская консультация с привлечением специалистов различных профилей республиканского уровня. В рамках дополнительной массовой иммунизации прививки против кори получили более 70% детей в возрасте 6-10 месяцев, а также от 2 до 4 лет включительно. То есть вакцинировано более миллиона казахстанцев. Ежегодно по области вакцинируется порядка 40 тысяч детей против кори. И за этот промежуток времени, который проводилась вакцинация, как и в рамках ДМИ, как и в предыдущие годы, не зарегистрированы случаи реакции, осложнения на вакцину. Наоборот, на сегодня среди вакцинированных не регистрируется случай кори. То есть ваш ребенок защищен. Эта вакцина нужна для будущего вашего ребенка. Сегодня все медицинские организации Карагандинской области перешли на усиленный режим работы. Все прививочные кабинеты работают без выходных, сообщили в региональном управлении здравоохранения. И в продолжение темы здравоохранения. Ежегодно в мире свыше 600 тысяч женщин заболевают раком шейки матки. Более половины из них умирают. Смерть от такого недуга продолжает занимать одно из лидирующих мест и в Казахстане. 27 января во всех онкологических центрах страны состоится день открытых дверей. И женщины смогут пройти бесплатные обследования. Ежедневно в Казахстане от рака шейки матки умирает одна женщина. За год заболевает более двух тысяч. Несмотря на такую негативную статистику, рак шейки матки – единственный вид опухоли, который можно предотвратить, говорят врачи. Если есть хоть малейшая проблема, нужно углубленно проходить обследование. Нужно делать МРТ от органов малого таза незамедлительно. Проводить кольпоскопию, такие методы исследования, чтобы где-то выявить все-таки малейшее подозрение и своевременно пролечиться. Ведь на ранних стадиях Канагадольдхана может подтвердить, что женщины полностью излечиваются от данной патологии. Вторая, третья стадия, к сожалению, начинается уже химиолучевое лечение. Это, соответственно, шансы на выздоровление уменьшаются с каждой последующей стадии. Поэтому все-таки я думаю, что основная часть нашего населения, пик, который приходится на 40 лет – это молодые женщины. И все-таки они желают быть здоровыми. В Казахстане профилактика рака шейки матки проводится уже более 10 лет. Госорганы и общественные организации объединяют свои усилия с целью повышения осведомленности населения о болезни. Недавно Казахстан подписал декларацию по элиминации рака шейки матки совместно со Всемирной организацией здравоохранения. Караганзинцы требуют вернуть проспекту Назарбаева прежнее историческое название «Бульвар мира». Активисты заявляют, что переименование бульвара именем первого президента было незаконным. 20 марта 2019 года столица Казахстана, город Астана, был переименован в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, который в тот мартовский день пять лет назад сложил свои полномочия. На этой волне были приняты решения всем центральным улицам крупных городов дать имя, тогда еще и Ельбасе. Уже буквально через день в Караганде был переименован «Бульвар мира». По мнению активиста Айт-Кожи Фазылова, сделано это было незаконно, хотя бы потому, что не было общественных слушаний. Сегодня карагандинец намерен через суд добиться переименования. В 2021 году, когда я подавал в суд, областной суд отправил меня к Азбеквейский районный суд. А в областной суд повернил? Да, чтобы я туда обратился. Потом в самый Азбеквейский районный меня отправил в специализированный суд. А этот суд, в свою очередь, меня отправил в областной. Одним словом, отфутболили. В этот раз я обратился 18-го числа, вот, прошлый четверг или пятница, в областной суд, чтобы они ответили, в какой суд, я имею право обратиться с иском об отмене совместного решения областного Акимата и областного Маслихата о переименовании «Бульвар мира» в проспекте имени Руслутана Назарбаева. С мнением общественника согласен и депутат областного Маслихата Ермек Абильдин. Он также считает, что переименование было произведено с нарушениями в угоду политической конъюнктуры. Есть процедуры, соответственно. Если проведено общественное слушание, если проведены соответствующие согласования с уполномоченными государственными органами, в том числе общественные организации, которые дают соответствующие экспертные заключения, то тогда проблем нет. То есть, все процедуры вот этому соблюдены. И сроки. Самое важное там сроки. В данном случае, когда у нас произошло переименование «Бульвар мира» на проспект Назарбаева, эти сроки были, ну, не то что не соблюдены, вообще нарушены. То есть, я за то, чтобы, не цепляясь даже за фамилию Назарбаева, а за то, чтобы вообще нормы законодательства не нарушались. Вот я за это. Вот сейчас же мы строим справедливый Казахстан. Все должно быть по справедливости. Напомним, что именем первого президента в Казахстане названы улицы, парки, университет, сети, школы и международный аэропорт столицы. В январе прошлого года Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закону Айельбасе. Вопросы наименования и переименования решают местные маслехаты. Уже через две недели карагандинцы будут отмечать 90-летний юбилей своего родного города. Мы продолжаем цикл сюжетов о знаковых местах Караганды. Сегодня речь пойдет о старом аэропорте. Здание старого аэропорта было построено еще в 1944 году. Десять лет аэропорт служил военно-воздушной базой. Лишь в 1954 году началось строительство помещений для гражданской авиации. Была возведена взлетно-посадочная полоса и одноэтажный терминал. Когда-то аэропорт и получил свое официальное название – Караганда городской. Стоит отметить, что в 1962 году в аэропорту Караганда встречали именитых летчиков-космонавтов Валентину Терешкову, Андриана Николаева, Павла Поповича. Возле терминала была построена гостиница для транзитных пассажиров. Время стремительно шло, город развивался. В 1980 году взлетную площадку перенесли в нынешний аэропорт Сарарка. Однако еще несколько лет старый аэродром не пустовал. Там располагалась вертолетная база. Скажите, пожалуйста, почему это место называется старый аэропорт? Потому что раньше здесь был старый аэропорт. Вернее, аэропорт был. А вы пользуете этот аэропорт? Не, я нет, но муж застал это время. Они сейчас накопили здесь недалеко дом и отсюда летали на Кавказ, в Россию. А это в каком году это было? Это было в 80-е. За 80 лет пользовался. 80 лет в Казахстане живу, в Караганде. Постоянно пользовался этим аэропортом. А куда летели? Вообще, ну, скажите, в Алмату? В Алмата, и в Палатинске, и в Москву летали. Раньше мы летали часто. В Сочи летали, отдыхали. Вечер памяти и творчества. В Караганде выступили выпускники колледжа искусств имени Татимбета. Концерт был посвящен памяти ведущего преподавателя колледжа, деятеля культуры Кабдыкаира Мирембаева. Кабдыкаир Мирембаев в мире отечественной музыки личность знаковая. Ученики называют его не иначе, как педагог с большой буквы. Он воспитал сотни музыкантов. В каждого он вложил жажду познаний. Для них он превращал простые уроки в сказочные путешествия, в волшебный мир музыки. Но не только преподаванием занимался Кабдыкаир Мирембаев. Ученики вспоминают, что он сделал немало переложений и адаптаций. Кабдыкаир Мирембаев сделал много переложений. Именно для детских музыкальных школ, для колледжей, которые мы сейчас используем. Что сказать о Хайер Мугайче? Мирембаев Хайер Мугайче. У него была очень хорошая методика преподавания. Когда он учил эту методику, вот сейчас мы уже воспитываем своих учеников. И эту методику преподавания мы даже применяем на собственных учениках. Всю свою творческую жизнь Кабдыкаир Мугайлу провел в стенах музыкальной школы. Он мастер своего дела, отмечают коллеги. Преподавал основы игры на дамбре. Его любовь к музыке передалась ученикам, которые с большой теплотой и благодарностью вспоминают своего педагога. В ходе концерта выступил Академический оркестр казахских народных инструментов имени Татымбета, выпускники колледжа искусств. На концерт также были приглашены и родственники Кабдыкаира Мирембаева. Он много внес в свой большой вклад по продвижению казахской музыки у нас в Казахстане. И спасибо большое его ученикам за то, что они не забывают своего учителя. В честь него такой организовали большой концерт. Всех как бы объединили. Кабдыкаир Мугайла умел через музыку передавать мысли и идеи, выражать настроение, вызывать эмоции. В эти январские дни исполняется 10 лет со дня его смерти. Его ученики заявляют, что он будет жить, пока не помнят своего учителя и следуют по жизни его наставлениям. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова